Снова всем привет! Сегодня хочу рассказать о истории вот этого дома, кто в этом доме жил, какого он года, как он строился, сколько денег они за него платили, ну а также находки по дому. Вот в конце, если кому-то что-то приглядеться, то я думаю, что смогу кое-что и разыграть. Но для начала, во избежание каких-либо проблем, хочу сказать, что история-то вымышлена, ничего не имеет общего с реальностью, все совпадения случайны. Очень много в доме было найдено различной документации и фотографий, поэтому есть чем оперировать. Ну и как любая стройка, конечно, начинается она с места. Есть вот такой вот документик, документик это вот оригинальный, есть вот даже вот написаны участки, которые уже проданы, вот, ну и соответственно есть вот участок, который людям подошел, который они отметили. Начнем вот с этого вот места, вот с этой вот точки развязки телефонной, вот, потому что по нему можно легко идентифицировать вообще вот участок. Конечно же не узнать, не узнать вот то, что было, то, что сейчас, вот какие деревья на участке. Соборы у соседей, вот, ну, можно легко вот определить вот эти вот дома вот стоящие. Прошло, достаточно так и высокие повырастали, но, как говорится, не месяц май, зайдем в дом, ну и продолжим. Вот в доме я нашел вот такой вот документ, Residential Loan Application, вот, естественно, то есть не буду вам показывать ее сблизи, не буду идентифицировать людей. Это вот такая вот форма, которая необходима для заполнения при получении кредита. Соответственно, банк хочет видеть у вас все, всю, практически всю информацию. Ну и, соответственно, вся эта вот информация сейчас у меня перед глазами. Что вот хочу сказать вот о людях, которые брали кредит, то есть это мужчина и женщина, то есть они состояли в браке. Вот, женщине было 32 года, мужчине 35, то есть, в принципе, практически тот возраст, как вот и наш. Они работали в паблик лаберрии, то есть в публичной библиотеке. У мужчины была должность немножко выше, чем у этой женщины. До того, как они вот ополняли вот эту форму, то есть они жили в рентном жилье, то есть арендовали помещение 7 лет в одном месте. Вот здесь есть адрес этого жилья, но вот что-то я поискал, то есть его уже нету. То есть, в принципе, за это время, это уже, я не знаю, там скоро 45 лет уже пошло, вот, то есть уже, может быть, развалили или что-то сделали из этого здания. Вот, зарабатывали они в то время, получается, женщина 876 долларов в месяц, мужчина 11124, то есть в месяц у них был доход 2000. То есть, в принципе, достаточно неплохо до 78-го-то и года. Написано, что каждый, каждый имел стаж работы уже более 12 лет. Также вот есть здесь social security number, вот номера, вот, по которым можно определить абсолютно вообще любую информацию вот этих людях. Но, в принципе, она мне не нужна, все, что уже надо, то есть, в принципе, я уже вам рассказал. Ну вот, соответственно, люди выбрали себе место для строительства, вообще, как тут происходит, то есть какая-то крупная компания покупает себе вот земельный участок, делит ее. Вот, на отдельные маленькие участки. Но, как правило, эта строительная фирма строит дома где-то примерно с пяти проектами. Вот, в принципе, как и здесь, вот, все практически дома однотипные, вот, за исключением нашего. Вот, не знаю, как, конечно, у них это получилось. Ну, а также вот я нашел именно вот документацию по этому дому, проект, вот, проект называется Адамс. Вот, на этом районе, то есть, в принципе, я такой-то дом-то видел один. Изначально даже подумал, что вполне возможно, что был сам парень строитель, вот, и поэтому он решил, то, в принципе, сам и построить этот дом с нуля. Ну, вот, найден был такой вот контракт, контракт с компанией Вирджиния Холмс от 19 февраля 1978 года. То есть, в принципе, какая-то будет уже даже практически годовщина. В этом контракте написано, что дом заказчику будет обходиться 48 750 долларов. Будет готов уже абсолютно под ключ, то есть, будет фактически все тут установлено, будет установлена кухня, вот, поставлена бытовая техника. Первый износ за этот дом, то есть, этот нужно будет рассчитаться в районе 10 тысяч. И к августу 15 числа, вот этого 1978 года, этот дом должен был уже полностью сдан быть. Вот, ну, по растратам дома еще вот кое-что покажу. Вот, допустим, за кусты, за кусты они отдали 60 долларов. Вот, вот, какая-то плитка была на фронт, я думаю, что где-то на передней, около передней двери, то есть, 100 долларов. Вот, интересно, что вот, дорбел, звонок за 40 долларов. В принципе, такие цены. Сейчас можно купить дешевле намного. В принципе, может быть, это с остановкой, с развязкой всех проводов там. Вот, ну, вот еще вот наш вот камин, файрплейс, 1600 долларов обошелся им. Окна Андерсон Windows, 1272, в принципе, достаточно-то и дорого. В принципе, я не знаю, у этого вполне возможно, что были вентиляторы. Так, ну, вот еще вот, во всех омотах было, то есть, вот здесь до не паркетный пол, а карпет, то есть, обошелся 260 долларов. Ну, а теперь более к интересной части, к находкам по дому. Вот, в гараже еще остается, за счастье, тоже много хлама. Вот, что-то я уже, конечно, большую часть повозил. Естественно, привез свое. Вот, нет еще времени все это как-то организовано куда-нибудь пораскладывать. Со временем приведу все в порядок. Ну, вот, по поводу находок, по порядочку. Нашел такую вот кассету Близнецы, давно уже не смотрел. Нужно будет залезть в интернет, пересмотреть. Что вот удивительно, смотрю, вот у людей очень много было какой-то информации, либо каких-то вещей по поводу птиц. Ну, а также нашел книгу, я так думаю, что какая-то это энциклопедия, энциклопедия 1915 года. И что, вот интересно, что книга с цветными картинками. Вот, есть какие-то, смотри, тут закладочки. Закладочки датированы датами от 8-9-35 года. Точно так же. Что-то я вспомнил, что люди работали в библиотеке публичной. Хочу сейчас посмотреть, есть ли тут какие-то маркировки. Вот, но судя по всему, маркировок нету. Я так думаю, что остались, перешли по наследству, может купили. Так, вот есть такая коробочка, не знаю, что за контора, может кто-то, кто-то знает. Нужно перебрать украшение. На каких-то я смотрел, есть уже маркировки. Нашел духи, не знаю, какого ни года. Куку Шанель. Тоже, я думаю, что уже реликвия. Да, здесь вот коробочки, вот это, смотря, тоже какие-то украшения вместе с крестиком. Есть вот такая вот игрушка от Кока-Колы. Она заводится. Вот, тоже сколько я лет, неизвестно. Вот, уже испарилась вода. То есть, достаточно долго, я думаю, что она тоже постояла. Вот, кстати, что создатель Кока-Колы как раз таки придумал этот напиток в нашем Огайо. Нашел такую коробочку еще с ископаемыми. Новая тема для меня, вполне интересная. Вот, если, допустим, вот камешек с отисками, я не знаю, какие-то насекомые. Вот, видно, это может быть крылышки, может быть, какой-то бабочки или большой мухи. Сколько, естественно, лет этим, это неизвестно. Вот этот вот камешек, это вообще такое ощущение, что такой-то кусок прессованных насекомых, какие-то лапки, одни-одни лапки. Вот, вот есть улей, сколько тысячи лет им, неизвестно. Все они вот в окаменевшем таком состоянии. Так, ну, допустим, камешек тоже вот видно, какое-то крылышко. Вот этот вот камень. Что-то здесь внутри находится с глазками. Есть вот ракушки, ракушки тоже окаменевшие. Тоже, вот какой-то оттиск. Есть вот такие вот ракушки. Ну, зачем вот этот вот камень здесь лежит, непонятно. Вроде бы на нем ничего-то и нету. Ну, значит, что-то представлял собой. Тоже какое-то интересное. И тоже нужно поискать, что здесь, что здесь находится. А вот с этой стороны видно, что какие-то есть отпечатки. Так, ну, вот, окажут такие вот вещи, которые я бы, в принципе, смог бы. Кому-нибудь подарить, кого это заинтересует. Вот, ручки кросс. То есть, в принципе, для меня это были как обыкновенные ручки. Но посмотрел в интернете, то есть, в принципе, это как лакшери идут. Вот, можете сами посмотреть, кому интересно. Вот, но также есть зажигалка зипа. Тоже неизвестно, какого она года. Вот, но она новая. Вот, единственное, что в подарок она никому не подойдет, потому что она вот именная. Написано Аудрей. То есть, вот это, в принципе, я тоже мог бы кому-то подарить. Ну, вот, в самом интересном месте, это и заканчивается батарея в камере. Вот, а я все забываясь доснять видео. Но продолжим. Желающим подарю вот этих вот два подарка. Тручки, зажигалку зипа. Если желающих будет много, то я их разыграю. Если интересны эти подарки, пишите комментарии, ставьте лайк под видео. А также переходите на инстаграм. Напишите, кто что бы хотел получить. Вот, а также может быть что-нибудь из того, что увидели в видео. По поводу розыгрыша, это, можно так сказать, мой первый экспериментальный проект. Вот, я думаю, что в дальнейшем, при покупке дома и при каких-то находках, я буду разыгрывать это и дальше. Также с дома, который 1920 года, там у меня достаточно много еще всяких интересных вещей лежит. Вот, думаю, что в скором времени тоже сниму об этом сюжет, но также разыграю эти вещи. Изначально, в принципе, я так думал, что есть у меня вот один знакомый, Кирилл, я его называю Кирилл Первый. Я думаю, что многие поймут почему. Вот, он работает на почве России, то есть можно было бы, в принципе, ему отправить посылку, собрать там достаточно много вещей. Вот, ну а дальше уже по России он бы сам бы мог быть что-нибудь распределить. Вот, также, Кирилл, твой заказ уже готов. Вот, то, что ты просил, то есть я уже сделал, он найден. Единственное, остается времени, чтобы я собрал и отправил его тебе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, также переходите на мой инстаграм одноименный. Учитывайте то, что вам интересно, что бы вы хотели. Но, в принципе, я думаю, что можно было бы разыграть. Зажигалку и ручку я разыграю спустя 7 дней после опубликования вот этого видео в интернете. Отправлю за свой счет, а также всем до новых встреч, следите за текущими событиями. Спасибо. Спасибо.